Привет, это Миша Дайвингист, кладоискатель, путешественник и просто любитель поплавать на плоту. В прошлой серии мы раздобыли блок зиплайна. Нужно его протестировать, прежде чем использовать тросы на этом острове. Я соорудил тут импровизированный трос. Сейчас мы его с тобой натянем. Вот таким вот образом. Во! И теперь я могу со спокойной душой спускаться с верхнего этажа вниз. Если, конечно, зиплайн выдержать нашего медвежонка. Ну что, погнали! Ю-ху! Такое ощущение, что я в спортзал пошел потренить. Короче, вся эта лабудень работает и можно зиплайнить с высоких гор. Ох, елки, ты посмотри, там свиньи ходят. Зараженные, те самые, которые убивали людей. Ну, в смысле, не сами свиньи убивали людей, а их зараза. А я такой хотел туда уже на зиплайне спуститься. Ну, в принципе, я этим сейчас и займусь. Е-е-е, кавабанга! Я здесь! Что же мы здесь найдем? Для этого мы достанем металлоискатель. И он покажет, что тут действительно что-то есть. Пойдем искать. Я надеюсь, что свиньи не агрессивные. А если они агрессивные, то придется с ними повоевать. Свинки, тихо, тихо, спокойно. Так, она испугалась. Она испугалась. То есть свиньи мне ничего... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, они агрессивные. Где мой лук? Где мой лук? Полбусток! На тебе, свинья противная, прещавая! Готово! Сейчас будет прикольно, если я еще свинную бошку подберу. Но нет. Значит, продолжаем поиски. Где-то вот тут, вот прям вот. Видимо, на той стороне. Переходим по этому хлипкому мостику и... И-и-и-и... Я не понимаю. Здесь стоишь зелененький, дальше отходишь желтенький. Получается, что где-то внизу? Точно, где-то здесь. Нашел! Нашел, нашел, нашел! Давай раскапывать вот здесь в горе. Ох, елки! Че это за требуха? А где же сейфы? Где сундуки с деньгами? Что это вообще такое? Покрышки какие-то. Куча хлама наша. Ну ладно, хоть там железная руда оказалась. Так, проверяем. Больше здесь ничегошеньки нет. Ух ты! Да тут полевая медицинская палатка была, что ли. Целебная мазь есть. Фу-фу-фу! Зачем я ее взял? Может быть, этой мазью лечили заразу от свиней на людях? А я ее схватил. Надеюсь, что не заражусь. О, ящик с инструментами! И там есть посылочка. Посылочки я люблю раскурочивать. Давай, Миша, рви. Что там у нас? Часы! Настяные часы. А здесь целебная мазь. Не простая, а золотая. Но на ладошке она выглядит, как обычная грязь со скорлупой. Тут у нас свекла, диктофончик и записка. И книжки еще какие-то есть. Я уже три дня безвылазно сижу у себя в лачуге. Чувствую себя отвратительно. И думаю, что я способен работать с пациентами в таком состоянии. Люди это понимают. Я попросил их оставить меня здесь. Это из-за свиней. Они уже несколько недель ведут себя странно. Я не обращал внимания. Даже не заметил, что мясник заболел. Все началось с прибытия Улафа Вилкстрома. Я думаю, это не совпадение. Доктор Хенрик Шоль. Чертов Улаф! Он всех здесь заразил. Но странно, знаешь что? То, что здесь нету тел никаких. Ни мумий, ни сушеных скелетов и все такое. Настало время половить мушек. Так, пчелки, пчелочки. Главное, чтобы меня не западали. Ой, свиньи какие-то борзые стали тут. О! Ты что меня буданул? На, получай. Вот так вот. Опа! Я как, знаешь, как будто с красной тряпкой они на меня кидаются. Как бешеные быки. Получай. Вот еще. Готово. Стой, 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 стой. Эх, блин. Ну вот. Ну вниз-то прыгать я за тобой не буду точно. Последний свин остался. И у меня лук сломался. Да что ж у меня все ломается-то? Готово. Заколол копьем. И все это ради... А нет, там еще свиня есть. И все это ради пчел было сделано. Пчелки! Стоять на месте рыла в землю. Эх, отхватил. И последний удар давай. Кто кого? Куда ты побежал? Больно стало по носу-то, да? Как же долго тебя месить в рукопашку. Еее, готов. Жалко, конечно, не дают свиной голову. Было бы прикольно. Думаю, пойду я заберу свинью, которая упала. А ее там уже и нет. Походу, акула стащила. Зиплани Морседова. Уи-и-и. Это спокойно, спокойно. Главное в пропасть не упасть с этой штуки. Дальше мы отправляемся вот в это местечко, где написано майор. Надеюсь, это не тот майор, в честь которого была сделана игрушка-робот. Тут есть какие-то запч... Шляпа, мэра. Ага, я теперь мэр здешний. Погодите, дай-ка я нацеплю. Еее. Тут еще инструментики есть. Три детали для зарядного устройства. Так у меня есть все. Зарядное устройство. Теперь вы можете изучить эту бандурину. Давай-ка посмотрим. Ага, вот это вот плюс-минус проводки. Все ясно. О, ключ от сундука мэра. Ничего себе. Записка. И управление мотором. Еее. Я теперь смогу управлять мотором дистанционно. Не надо будет постоянно к нему бегать. Круто. А что за записочку я там получил? Тангаруа. 13-20. Это координа... Тангаруа это остров все-таки, по всей видимости. Или название какого-то города. А 13-20 это координаты, где он находится. Значит, плывем туда. Но прежде я на себя такого красивого майора. Хочу посмотреть при дневном свете. Ай да я. Ай да красавчик. А цилиндр просто сказка. Еще я заметил, что тут есть второй ярус. И надо бы на него как-то взобраться. Потому что тут что-то... Вот, чемоданчик там есть. Опа. Посмотрим, что в нем. Стекло, соклианное стекло. Ну, короче, здесь все. Поехали. Домой. Ну, в смысле, на плод. Дома-то у меня нет. Ю-ху. Итак, мой первый улей. Та-да-да-дам. Готов. Надо придумать, куда его разместить. Скорее всего, скорее всего, я поставлю его к чайкам. Вот здесь. О! Ну, вообще, тут на самом деле места маловато теперь стало. Надо расширяться. И посадить здесь цветов. Еще я сделал соковыжималку. Хочу... Ой, елки, какая она здоровая. Хочу ее поставить как-то вот так вот. О! Ну что, может, коктейльчик замутим? Свекла и три кокоса. Нет у меня столько. Поэтому с коктейльчиками немножечко надо повременить. Что ж, ладно. Раз мы ничего больше не можем сделать, то отчаливаем задние передачи. Поехали! Пока мы отплываем, надо вбить новые координаты. Новые координаты вбиты. И до них нам плыть два километра приблизительно. Все понятно. Ой-ой-ой, сейчас у нас будет ДТП. Дрова, срочно, срочно дрова. Погнали! Фух, избежали ДТП. Чуть не развалили об эту скалу свой плод. Прощай, остров. Со всеми почестями тебя провожаем. О, чайка, чайка, чайка. Интересно, попаду в нее? Мне не попал. Черт, мимо. Все мазю и мазю. Все, закончились ферверки. Мне тут, кстати, подкинули новый рецепт в комментариях. Типа, четыре свеклы или четыре картофельные. Давай проверим. Ну что там? Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Овощной суп. А откуда там свекла? Я вроде как картоху варил. Спасибо за рецептик. Сготовлю-ка я еще себе на вечер мясцо. На гриле. Я, короче, подумал, что улья отсюда заберу. И поставлю его вот здесь. Я тут научился делать факельные корзины. И думаю, поставить ее где-нибудь здесь. Прямо посередине. О, и сразу светло стало. Сделаю сейчас маленьких грядок. Вот это вот уберу. А здесь поставлю. И посажу тут цветочки. Еще водички польем. И красота. Увидел вон там остров. Думаю, на него заплыть. Цветочков насобирать. А то у меня совсем ничего нет. И пора бы уже приодеться. А то я уже несколько недель в одном и том же хожу. Вот так пойдет. Тормозим. Забрасываем ягарь. И бежим. О, белый цветочек. Ништяк. Цветки есть. Желтый цветочек. Пальму рубим. Спасибо этому острову за все. А я поплыл. Сразу же притащил семечки сюда. Сейчас посадим. И все это польем. Поставлю здесь еще одну грядочку. Блин. У меня тут цветки повырастали. А пчелы не хотят их опылять. Ничего за дела-то. Может им лужайка нужна? Пойдем на лужайку. Ребята, я тут пчел поставлю. Вот так вот. Может они тут хотя бы на этой лужайке. Полетают. Или знаешь что? Я пошел взял банку с пчелами. Может их посадить в этот улей нужно? Да нет. Я, короче, пришел к мысли, что мне маловато плота. Нужно расширяться. Тут у меня кухня. Тут у меня личный кабинет. А где-нибудь здесь или там наверху у меня будет личный сад. То есть огромный такой сад. Где будут расти цветочки, свекла, картошечка. Ну, то есть грядки прям полноценные сделают. Настало время немножечко поинженерить и замутить биотопливный бак. Готово. Также делаем еще очиститель биотоплива. И парочку труб. Желательно труб, конечно, побольше. Вот так. Теперь нужно придумать, где это все разместить. Топливный бак, наверное, поставлю здесь. Поставлю трубу развилочку. Или не поставлю. О! Труба подключена. Теперь нужно придумать, куда поставить очиститель биотоплива. Он, в принципе, не такой уж и большой. Поэтому пускай здесь стоит. Сейчас затестим. Я же биотопливо нашел на том острове. Ох, елки-маталки! Едрить-колотить. Это тот самый Таганрог или что там было написано. Я забыл уже название того города. Он какой-то слишком мудрёный. А, балди... Так, биотопливо надо залить. Подожди. Этот купол подождет. Заливаем биотопливо на фул. А теперь бежим давать лево руля. Что-то как-то мы... Где вообще можно пристыковаться-то? Вон двери вижу, смотри. Блин, офигеть он большой. Где мой бинокль? Двери закрыты нам... А, вот как и называется. Тангароа. Елки, ты посмотри. Там реально многоэтажки. Там прям целый город плавучий. Офигеть. Там даже вывеска вон мигает. Что там на вывеске? Флоа. Магазинчик какой-то, видимо. Смотри, стрелочки показывают, что как бы... Ну, туда надо. Видимо, там въезд. Ну, ничего. Я против стрелочки оплыву. Офигеть ты высокий. Будет прикольно, если я там найду выживших. Я прям очень хочу найти выживших. Курица даже яичко снесла по такому поводу. А вот улей до сих пор вообще не живой. Капец, я не знаю, что с этим улем делать. Обратно к цветкам его поставлю. О-о-о, смотри, пчелки, кажется, полетели. Пчелки, пчелки, пчелки. Пчелки появились, наконец-то. Ура! Блин, ну я нарадоваться теперь не могу. Наконец-то. А что ж до этого-то было все не так? Почему вы не летали у меня тут? Мне вот интересно, начертаемый этот купол-то нужен. От кого они защищаться-то решили? От метеоритного дождя? От зомби-чаек, может быть, я не знаю. Туда же внутрь, наверное, даже дождь не попадает из-за этого купола. Так-так-так, кажется, я нашел, как мы проберемся внутрь. Ну-ка, давай, левая руля. Прямо вон туда. Прямо как надо заходим, кажись. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. А теперь прямо. Я великий ёкарный капитан. Мне чуть-чуть, еще левее надо. Оп-оп-оп-оп-оп. И поворот-поворот-поворот-поворот. Е-е-е-е, глушим двигатель. Все, все четко. Давай, быстрее, мои ножки, быстрее. Глушим. Якорь. Вот это я заехал, так заехал. Четко. Хо-хо-хо. Ну, а то, что будет за этой дверью и как мы проберемся внутрь купола, ты увидишь в следующем ролике. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. Увидимся в следующем видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok